МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами социально-правовой телеканал «Право.ТВ». Я Сулейман Шабзухов. Сегодня у нас передача «Медицина и право». Мы долго не разговаривали о ковиде. Я не хотел этого вопроса касаться, но в связи с тем, что издан указ мэра города Москвы Собянина о мерах снятия коронавирусных ограничений, он начинает снимать так. Он ограничивает людей без справки QR, что они привиты, что им сделали прививки. Два раза. Люди должны предъявлять. За это они получат медицинские обслуживания, получат доступ к МФЦ, который ограничил, получат доступ к другим госуслугам. Это он сказал экспериментом. На самом деле этот эксперимент нарушает права человека. В Конституции 21 статей записано. Никто не может быть подвергнут медицинским и другим видам опытов. А это эксперимент, это опыт. И мы сегодня обсудим этот вопрос. У нас на скайпе находятся, на онлайн конференции, наши коллеги, наши знакомые, специалисты, с которыми мы будем изучать этот указ, выводы, какие нарушения есть. Мы вас с этим познакомим. Конституция Российской Федерации говорит так. Статья 21 Конституции РФ. Никто не может быть без добровольного согласия подвергнут медицинским, научным и иным опытам. Значит, мэр Москвы проводит эксперимент. Сейчас мы начнем обсуждать это. У нас на связи находится Макшарип Яндиев, один из старших наших представителей инвушького народа. Разрабатывал закон о реабилитации высланных народов. Возглавляет от Организации по реабилитации. Он сам побывал на ссылке, когда выселяли инвушев Макшарип Яндиев. Он находится в Москве, родом из Инвушетии. Рядом у нас находится Хасай Алиев. Кандидат медицинских наук. Психолог, философ, художник, писатель. И автор метода ключ по снятию стресса у людей. Помогает людям в стрессовых ситуациях. Был в Беслане, когда теракт был. С космонавтом и работал, который вылетает в космос. Виктор Чесноков, он и представляет наш телеканал в Саратовской области, является представителем. По ватсапу у нас находится Расим Яралиев. Руководитель корреспондентского пункта по Сибирскому федеральному округу. Сейчас он находится на родине, в Дагестане. И оттуда он вышел на связь. Мы сегодня поговорим об указе Собянина от 18 июня 2021 года. Об этапах снятия ограничений установлен в связи с введением режима повышенной готовности. Что предлагается? Предлагается установить с 21 сегодняшнего дня июня по 29 июня. Пункт 17.1. Продлевается приостановление оказания гражданами услуг общественного питания в фудкортах, посещения детских игровых комнат, посещения в жоопарках. Продлевается приостановление в период с 23 часов до 6 часов 00 гражданам общественного питания, за исключением продажи товаров. Продлевается ограничение на использование объектов городской инфраструктуры, в том числе детских, спортивных площадок, беседок, иных предметов, оборудования, которыми могут контактировать иные лица. За исключением скамейки и иных подобных объектов при посещении территории общегородского значения. Вот у нас рядом опечатали детскую площадку возле пляжа. Опечатали как? Обнесли вот этой лентой и всё. Установить дальше. С 18 июня 21 по 29 июня 21 года приостанавливается посещение гражданам концертных, развлекательных, зрелищных, спортивных мероприятий с одновременным присутствием более тысячи человек. Провести с 19 июня по 29 июня в рамках получения второго компонента вакцины от новой коронавирусной инспекции, подтверждённой ОКЮР-кодом, полученность использования специального единого государственного портала государственных и муниципальных услуг, госуслуги СтопКоронавирус. Посещение лицами, не достигшим в 18 лет, осуществляется без предъявления QR-кода в сопровождении родителей и них представителей, предъявивших свой код. Установить предусмотренные пунктом 19 индивидуальным предпринимателям проведение проверки QR-кода ограничить посетителей, не имеющих QR-код, за исключением лиц, не достигших в 18 лет сопровождения родителей, путём установления дополнительных ограждений пунктов контроля. Отсутствие организации индивидуального предпринимательного прерыва в течение 90 календарных дней, предшествующих даты начала участия в эксперименте, более двух случаев нарушений, направляется в удивление о начале и прекращении участия в эксперименте по фамилии, имени и отчеству. Реестр организации находится на официальном сайте правительства Москвы, но здесь сайт числится и точка Москвы, информационный, телекоменационный интернет-сети. Вот в этой сети, вот сейчас ограничения вот эти, ты должен предъявлять, например, скорую помощь тебе не окажет, поликлиники не обслуживает, пока ты два-две вакцины не проведёшь. Две, не одну, а одна вакцина идёт пять дней, потом вторая вакцина. Как он может управиться всех людей? Вакцинировать за это время, я не знаю. А вот есть список, вот я покажу, вот список есть предприятий. Их на вчерашний день было 98, и один вышел, 99-й вышел из эксперимента. Я предлагаю начать вот обсуждение вот этого указа. Макшарип и Андей, вы как старший, более опытный, расскажите, пожалуйста, как вы к этому указу, к ковиду. Вот у нас называется конференция «Ковид-19 и права человека». Пожалуйста, вам слово, Макшарип. Касательно этого распоряжения Собянина. Значит, все распоряжения, в том числе и Собянина, или других каких-то политических, или общественных деятелей, или главрегиону и так далее, все эти обращения, без всякого сомнения, санкционированы администрацией президента России. И противодействовать всему этому начиная благословение администрации президента абсолютно бессмысленно. Любые обращения, если они не соответствуют политике федерального центра, политике администрации президента, будут игнорироваться. И это распоряжение Собянина является прямым указанием, как жить, допустим, в данном случае, москвичам. Противодействовать этому нет никакой возможности. Совершенно. На чем основывается мое утверждение? Прочитаю небольшой свой пост, который у меня появлялся на фейсбуке. Мой совет участникам всяческих протестов во всех регионах России. Перестаньте дергаться, уважаемые дамы и господа. Не паникуйте, ведите себя смирно и делайте, что вам вилят. Тогда все будет хорошо. Все под контролем. Ничего уже не изменить. В 1999 году возобновилась война в Чечне. И президентом России стал Владимир Владимирович Путин. Выходец из мощнейшей в мире спецслужбы. Представители спецслужб в России к власти надолго, если не навсегда. В России будет столько демократии, сколько захотят спецслужбы. В России будет столько свободы с массовой информацией, сколько захотят спецслужбы. Политика, экономика, власть, партии, выборы всех уровней, общественные организации, телевидение, печать, интернет, бизнес и так далее и тому подобное. То есть все и вся будет контролироваться спецслужбами. Все будет так, как захотят спецслужбы. И ничто, и ничто не изменит этого факта никогда. Вопрос решен окончательно. Осознанно было мною в 2000 году. Сказано было мною 18 лет тому назад, в 2003 году. Это является главным итогом, к которому мы пришли за время перемен, которые начались 29 мая 1990 года, когда на пост главы государства, председателем Верховного Совета на тот период, был назначен Борис Николаевич Ельцин. Краткая история демократии в России началась именно с этой даты, 29 мая 1990 года. И начало краткой истории демократии в России – это осетийно-ингусский конфликт, переросший чеченские войны и приведший к власти спецслужбы Российской Федерации. На этом я заканчиваю свой пост и свое отношение к тому распоряжению, которое сделал Собянин. Если это распоряжение сделано Собянином, главой и мэром города Москвы, значит, это было санкционировано федеральным центром. Ссылаться на какие-то положения Конституции, права и так далее, и так далее, абсолютно бессмысленно. Здесь все это не действует. Это совершенно уникальная страна в этом плане. Поэтому все, что сказано сверху, есть только одно решение – подчиняться. Мак Шерип, я хочу так чуть-чуть возразить, но мы не должны как рабы подчиняться. Я сегодняшнюю конференцию организовал, чтобы отменили этот указ мэра, который противоречит Конституции. Потому что, как я сказал, эксперименты над людьми проводить нельзя. Если человек добровольно захочет вакцинироваться и операцию сделать, он пойдет сделать. А то, что бороться не надо, я тоже возражаю, потому что мы, сегодняшнее поколение, которым вы постарше, 50, 60, 70 лет, мы должны оставить своим потомкам счастливое будущее, а наши дети и внуки над этим страдают. В связи с этим, вот, наука о человечности, я забыл сказать, которую создает Хасай Алиев, она может очень сильно повлиять на это. И поэтому, Хасай, какое отношение к этому указу и как ты видишь перспективы дальнейшего развития нашего общества, наших граждан? Хасай, вам слово. Спасибо. Я очень рад нашей встрече. Очень важный вопрос мы обсуждаем, потому что быть человеку свободным или не быть? Это важнейший вопрос именно сегодня, когда страна находится в таком критическом ситуации, ситуации бифуркации, ситуации неопределенности, когда все платформы, вся информация захвачена банкирами, захвачена теми олигархами, которые диктуют нам, как себя вести, а теперь непонятно вообще, они кому подчиняются, есть какое-то надмирное на земном шаре правительство, или это правительство и бардак в головах людей, и поэтому в ситуации неопределенности, в ситуации неизвестности происходит разрушение здравого смысла, и каждый человек находится в ситуации неопределенности, и у него исчезает вот это вот ощущение какой-то внутренней опоры. Он не знает, на что опереться, потому что когда нам один раз дают одну информацию, потом дают прямо противоречивую информацию, то говорят, что вакцинация добровольная, то говорят, что есть указ эксперимент, ну короче говоря, в этой неопределенности, конечно, каждый человек должен вспомнить о здравом смысле. Поэтому я, например, веду школу «Человек будущего», где как раз-таки опора является на науке человечности, потому что человек по природе, по своей сути, творец. В переводе «Homo sapiens» – «человек разумный». Это тысячелетиями установлено, что человек разумный, то есть он должен иметь здравый смысл. И в психиатрии есть два критерия определения нормальности человека. Это его ориентированность и его критичность к ситуации. Ну, здравый смысл можно, конечно, иметь. Если касается вакцины, я, конечно, как врач отношусь к этому очень серьезно. Ну, конечно, людям надо вакцинироваться, но вакцинами проверенными. Я же принимал кряхну Гиппократа, присягу врача. Я когда учился в медицинском институте, не вреди, самая первая заповедь врача. Врач исцелись сам. Вот оно как. Надо посмотреть на эту ситуацию сегодня и с будущим. С точки зрения, каким человек будет через тысячи лет, какими качествами и способностями он будет обладать, и взять это за критерии. Конечно, человек будущего через тысячу лет, я как наивный утопист, как культурист, я надеюсь, что будет более здоровый, более счастливый, чем мы. Иначе наша жизнь, наши усилия иначе не имеют никакого смысла. Хасай, один вопрос. Макшари правильно сказал, что с одной стороны, что мы не можем повлиять на это все люди. Вот как рабы. Вакцинировать надо, но добровольно, принудительно, не изучая его организм, например, у него сердце там больное, и вакцина к нему подходит или нет. Потому что недавно умер наш родственник. Пошел, и сразу шунтированное сердце было определили, нужно сделать вакцину. Вакцину сделали, в реанимацию попал. Там операцию начали готовить, и человека убили, можно сказать. Вот что людям, вот сейчас, предпринимать, что делать? Потому что таксистов увольняют, МФЦ не принимают, на работе говорят, если не будешь это. Конфликт создается между самими людьми. Написано добровольно, а указание другое, или организация сами перебарщивает. Я скажу, как врач, вакцинироваться нужно, но вакцинироваться нужно проверенными вакцинами, не проверенными вещами, не лекарством, без индивидуального подхода, тем более. Как можно лекарства назначать? Ведь я медицинский институт кончал, это же каноны медицины, которые тысячи лет спасали людей. Именно при индивидуальном подходе, любой врач, даже назначая витамины, он должен учитывать, есть аллергия у человека к этому веществу или нет, какая у него генетика, какой образ жизни, какие специфические особенности личности. Как можно вот даже самое лучшее лекарство назначать всем безоглядно, как панацею. А теперь один вопрос. Сколько лет должна быть испытана вакцина, чтобы человеку можно было принимать его? Я скажу, я дружил с академиком Чучалином, и Чучалин выступал по телевидению и в интернете, и он говорил, что надо несколько лет для того, чтобы определиться. Я не вирусолог, я не генетик, я занимаюсь психотерапевтическими и психологическими методиками, методикой обучения людей управлению своим состоянием, чтобы могли они энергию стресса, энергию страха трансформировать в созидательность, поскольку человек поправил творец, чтобы он мог даже страх использовать для того, чтобы восстанавливаться. Это новые технологии, технологии будущего. И поэтому я считаю, что, конечно, ну это большой грех проверенными вакцинами, тем более в понятии эксперимент. Это что такое эксперимент? Посмотреть, что получится без гарантированного результата. Мне кажется, никаким положением, не чрезвычайными ситуациями, никаким положением военных там, допустим, к примеру, каких-то действий, нельзя производить ни хирургические операции, ни назначать лекарства, ни проверенные. Я как врач говорю, я не политик. Я говорю, как врач, непроверенными нельзя. Теперь я адвоката хочу спросить, юриста, который специалист в этом вопросе, в правовом вопросе. Как, Виктор, ты думаешь, что это такое вот вакцина, что это такое коронавирус, как вот регулируется вот с 2019 года, как началось все это, как оно регулируется в правовом поле? Какие нарушения, какие эксперименты? Вот про этот эксперимент. Расскажи, пожалуйста, Виктор. Марка Шарифа поддерживаю. Поддерживаю Хаса Алиева. Конечно, тебя, Сулейман, поддерживаю. О том, что данная тема, она очень актуальна, и о ней действительно надо разговаривать. То есть нельзя все-таки спускать, условно говоря, на тормозах и делать так, что какая-то безысходность. Вот такой основной момент, на котором хотел бы остановить внимание. Есть такое понятие, да, вот в русском языке заболтать тему. Еще в марте 2020 года руководитель Роспотребнадзора Попова своим письмом директивным направила руководителям регионов, руководителям высших исполнительных органов методические рекомендации за номером 3.1.0173-20. И называлась это методическая рекомендация организации противоэпидемиологических мероприятий в период пандемии COVID-19. То есть на сегодняшний день мы с вами имеем, что COVID-19 никуда не ушел, идут определенные волны, и поэтому данные методические рекомендации, как нормативный документ, он, в принципе, остается актуальным. Какое бы распоряжение мы не увидели, да, или там не услышали, вот сейчас в данном случае мы обсуждаем распоряжение Собиально о проведении каких-то экспериментов. Но почему-то за скобками остается этот методические рекомендации. А они самые главные в данном случае в этой системе или там в режиме пандемии. В этих рекомендациях четко говорится, кто что должен делать, в каком объеме. Они направлены руководителем региона. Там идет речь о дезинфекции, идет речь и о специальных приборах, которые могли бы обеззараживать воздух. То есть сама инфекция, как она вот раньше появилась в 2019 году, она никуда не ушла. То есть она летает в воздухе. Это те самые маски, те же самые перчатки, помещения с социальной дистанцией. Но ее никто никогда не соблюдает. А почему-то галупом по Европам бегут и выдумывают всевозможные новые-новые эксперименты. Хотя реально вся методика уже разработана. Именно на нее надо сконцентрировать и действовать в рамках этих методик. Проверки, действия, выполнения методик, которые я сейчас вам обозначил, как МР-3.1. Организация парателемических мероприятий в период пандемии, COVID-19. Такой документ и есть. Во всевозможных постановлениях, во всевозможных экспериментах нет вообще. И идет грубое нарушение и попрание конституционных норм прав граждан. Дистанция очень хорошая вещь. Руки мыть надо. Руки мыть надо. Это сангигиена. Конечно, культуру надо поднимать. Культуру надо поднимать. Вместо того, чтобы противоречивые команды, указания, люди уже запутались. Политика вмешалась. Экономика вмешалась. Бизнес вмешался в этот процесс. Может кому-то выгодно вот это распространять, вот эти вот вакцины. Именно такие, а не такие. Уже вмешался в бизнесе, уже вмешалась политика между странами. И поэтому люди, обычные люди в запутанном состоянии. А принудительно заставлять, детей заставлять, совершенно не понимая и не зная, не проверив, как это отразится на потомстве. Я считаю, что это не только нарушение заповеди врача. Вот недавно был день медика, буквально вчера, день медика. Мы же присягу принимали. Я же не могу мимо присяги жить. Ответственность врача не вредит. Поэтому никаких экспериментов. Надо проверить в условиях культурной обстановки, как это и положено среди нормальных людей. По поводу, как бы репликой поддержу и продолжу тему. В условиях культурной обстановки возрождать именно культуру социальной гигиены. Ее возрождать, культивировать и насаждать, если так вот. Социальная гигиена. Только она способна остановить. Потому что реально то, что происходит сейчас повсеместно, это грубое попрание. То есть все забыли основные правила гигиены. Не просто забыли. Их не хотят соблюдать. Все правильно. Я как адвокат иду в арбитражный суд Саратовской области. Перед тем, как зайти, меня держат наличные клетки. А вместе со мной еще порядка 40 человек. Наличные клетки. Духота неимоверная. Все без масок. А в коридор не зайдешь. Потому что судьи боятся. Если будут они в коридоре. Но мы потом все равно попадаем туда, к судье. Это вот что за маразм? А это сидит председатель, допустим, суда. И он говорит, или там делает свое распоряжение. Что ожидать надо наличные клетки. А то, что там 40 человек без всякой вентиляции. Без всякой инфракрасного там обработки воздуха. То, что там вообще этого ничего нет. Всем дал. Теперь я хочу, он подключен, дать слово Расиму Яравьеву. Расим, вот ты что скажешь насчет, что происходит? Ты сейчас в Дагестане находишься. Ты услышал этих людей. Я хочу, чтобы в конце ты рассказал, что происходит в Дагестане. А сейчас про ковид, про указ. Салам алейкум. Здравствуйте. Много уважаемые мною, как бы сказать, коллеги, которые всегда поддерживают, совместно думают, решают актуальные проблемы нашего государства. И также, в частности, народов населения. Я хотел бы рассказать с точки зрения просто обывателя, который понемножку сталкивается во всех сферах, в которых вы профессионалы. Отчасти, конечно, простой гражданин у нас является подопытным гражданином, над которым экспериментируют все. Но все хотят только благо. Хотят ему помочь в этой жизни. Отчасти получается медвежья услуга. Сам вот недавно прилетел, буквально на той неделе, Темерово, транзитом через Москву, Махачкалу. Он оследил очень много таких интересных моментов, где профанация нашей власти окончательно подорвало доверие народа к власти. И первым показателем это идет противостояние потребности народа и желаемого, которое преподносят нам власть. Медицина, она обязательна. Спору нет. Но когда не доверяют, и нет никакой пользы от врача. Это уже установлено практикой. Но если этому врачу не доверяют, то должен быть другой врач, которому доверяют и ходят. И у нас вот эти противоречия, которые идут между медицинскими умами, это теоретики, которые расслуждают министерских постов, и практики, которые общаются с людьми, рискуя жизнью, и являющиеся в реальности патриотами, которым люди больше доверяют. В сегодняшний день вся вот эта ситуация революционного процесса у нас в стране подрывает вообще взаимодействие власти и населения в борьбе с заразой. В момент того, что спасать, больше, как бы сказать, пытаются посмотреть, какая реакция будет в том или ином случае. Ну и народ не готов жертвовать себя для этих экспериментов. Просмотрев, прослушав, пронаблюдав эту ситуацию, испробовав на себе, я не пошел на вакцинацию по одной простой причине. Мне, во-первых, для того, чтобы сделать вакцинацию, никто не предлагает пройти, как бы сказать, тестирование наличия антител. Мне говорят, надо сделать вакцинацию, и все. Нету в самой методике изначального подхода исследования возможности побочных эффектов, как у любых других лекарств, которые мы принимаем. Вот Собянин открыто уже сказал, мы экспериментируем. Но в вольном пронижденном порядке вы обязаны считаться с нашим экспериментом, иначе вы будете лишены права на жизнь, на простую, нормальную, повседневную жизнь. С момента прихода к власти генсекретарем коммунистической партии в Советском Союзе Горбачева мы живем в процессе эксперимента. Выживем или нет? Или какую нам сделать прививку экономическую, прививку юридическую или прививку медицинскую, чтобы как-то нам улучшить. В частности, мое мнение, я могу просто выразить, что я не доверяю власти, потому что ничего я не увидел полезного, а также просто элементарно защищающие мои не только юридические права гражданские, но и медицинские. Когда прихожу в медицинское учреждение, особенно вот в Дагестане, я вот недавно был в поликлинике, у меня вот в пятницу был в поликлинике, в Гербентской поликлинике, я был поражен и шокирован просто банальным отношением, где нету определенной последовательности, нету определенного порядка, нету просто элементарного отношения врача, который говорит, выйди из кабинета, не надо спорить, по очереди все успеете. То, что говорили раньше, и по крайней мере в советское время. Соответственно, Хасай, вот как сказал, отсутствует морально-психологическое отношение врача. Вот эта вся анархия привела к тому, что люди не только не верят в власти, они уже боятся друг друга. Вот уже в Дагестане, так же, как бы сказать, в Кузбассе я созванивался, вот именно как эпицентр, есть у нас распространение вируса, так же распространяются определенные эксперименты, глав наших региональных субъектов, которые имеют некую авториарность, даже как в Собянин. Он является лицом, уполномоченным выполнять обязательства или там представлять исполненную власть на определенной территории. На ней и должна она распространяться, а не как инфекция на всю страну. Ну, конечно, это, я считаю, абсолютно неправильно. И самая большая проблема самой инфекции является не сама инфекция, а именно пропаганда этой инфекции. Расим, благодарю. В связи с тем, что ты сказал, я тоже возражаю против этого, хотя Собянин возглавляет этот коронавирусный комитет. Сразу он издает указ, и указ идет сразу в регионы. Указ должен издавать президент. Я так считаю, что если есть глава правительства, пусть они издают и в регионы. Почему подхватывают регионы и, не зная законов, нарушают все права. Теперь я хочу поговорить, если мы людям обещали сообщить, что такое коронавирус, сейчас вам зачитаю 7 мифов. Правда и мифы о вакцине против COVID-19. Так начинается. Миф первый. Перед вакцинацией нужно сдавать тест на антитела коронавирусу. Сторонники этой теории могут опираться на два аргумента. Первый. Возможное наличие собственных антител у тех, кто уже переболел COVID-19. Миф второй. После вакцинации иммунитет снижается и можно легко заболевать COVID-19 и другими респираторными инфекциями. Миф третий. После вакцины от коронавирусной инфекции человек может быть заразным. Человек, который получил прививку против коронавирусной инфекции, может быть потенциальным ее источником, только если на момент вакцинации он уже был болен COVID-19. И заразность не исключена. Четвертый миф. Вакцина коронавируса может изменить ДНК человека. Этот миф распространяется, как правило, в отношении РНК на вакцин, которые не зарегистрированы в РФ. Миф пятый. Вакцину от коронавирусной инфекции не следует вводить пожилым людям. Правда в том, что вакцина от COVID-19 как раз необходима пациентам из группы высокого риска, к которым относятся пожилые люди. Известно, что тяжесть и лентарность коронавирусной инфекции увеличивается с возрастом. Чем старше человек, тем вероятность развития тяжелой формы заболевания и его осложнений. Миф шестой. Маски защищают организм человека от коронавируса или способствуют развитию вируса. Маски могут способствовать заболеванию коронавирусом. Человеческий организм проживет без пищи и воды 7-10 дней. Без воздуха 2-3 минуты. Ограничивая доступ кислорода в легкие, мы получаем сгущение крови, что дает опасность заболевания и даже летального исхода. Дело в том, что в организме живет более 10 тысяч микробов, которые являются носителями спящих вирусов. Элементарно, если наносим вред организму, каждый вирус просыпается, и у нас бывают головные боли, кашель, расстройство кишечника, температура. То, что ограничивает доступ кислорода в легкие, могут вызвать заболевания коронавируса. Давно уже доказано, что здоровым людям маски противопоказаны. Однако, этот указ говорит, что нас могут нигде не пускать, не обслуживать. Во всех видах транспорта объявляют, что страховать при игнорировании ношения масок будут беспощадно. Я хочу, чтобы мы обсудили вот эти мифы. Мак Шарип, как ты думаешь? Я пребываю в состоянии неопределенности того, как он возник, что явилось причиной его возникновения, и к чему все это в конечном счете может привести. Вот над этим я размышляю интересивно, и не могу прийти к однозначному выводу. То ли это все является проявлением каких-то эволюционных процессов в человечестве, является ли это искусственным, созданным вирусом. Не могу ничего сказать на этот счет, потому что у меня нет на этот счет четко выраженного мнения. Хасай, скажи, пожалуйста, вот этим мифом, правде, что можно делать, что нельзя делать? У меня много друзей, которые ковид перенесли, не знаю, ковид это или нет, но перенесли в тяжелом состоянии, перенесли. Мой сын перенес, его жена перенесла, мой друг перенес, и другой друг перенес. Смерти, слава Богу, нету, и, надеюсь, не будет. Я слышал, что кто-то умирает, я слышал много в интернете, но сейчас, правда сказать, и не поймешь, где правда, где неправда. Лично моих близких и друзей, перенесших инфекцию, есть, но они перенесли ее, пережили с неприятностями для себя, как-то спасались, им этот ключ применяли для выхода из ковидного состояния, быстрее восстанавливались. Это есть. А вот, каких-то далеких людей, я сам в инвалидном состоянии, после травмы головы, на головолете упал, у меня титан там в щене, я не выхожу. Я как бы в инсталляции нахожусь, как Макашмик, он дома сидит, и я сижу дома, но он выходит, во дворе гуляет, а я и во двор не ухожу. Так что я на карантине уже давно, уже много лет получается, семь лет. Но я очень согласен с Макашарипом, и я очень согласен с Виктором Честаковым, тем более Виктор сказал сейчас, что культуру нужно. Мы забыли о том, что надо культуру повышать. У нас какой-то сейчас из-за этого несчастного вируса полный переполох в головах и между людьми, как ты, Сулейман, сказал. Люди уже начинают ссориться, даже вот в семье, я знаю, ссориться, муж говорит, надо вакцинироваться, жена не хочет вакцинироваться, и наоборот. Ну, такое разделение людей, расчеловечивание происходит. Виктор вот адвокат, и при этом чисто по-человечески, я очень поддерживаю, с культуру надо повышать. И среди врачей, в отношении с пациентами, и среди соседей, и так далее. Здоровый образ жизни нужен, но, конечно, я повторюсь еще раз, руки мыть надо. И дистанцию соблюдать надо. Береженого Бог бережет, как говорится. Ну, вот это вот раздувание, вот этого всего. Почему, наконец, здравомыслящий вопрос, какое имеют право чиновники подменять своей властью компетенцию ученых-специалистов, вирусологов, людей, которые специально этим занимаются. Они что, вирусологи, что ли? Чиновники просто потеряли здравый смысл. Они растерялись. Они растерялись, они испугались. Мне кажется, вот так вот. Сейчас вот действительно, им тоже надо образовываться, культуру воспитывать. У меня много друзей, чиновников, и на очень высоких инстанциях, и на очень низких инстанциях. Я это повторяю. Друзья, независимо от того, какую должность вы занимаете, сверху донизу, будьте щупчиками. Вот я даю рецепт, я ставлю вам диагноз, потеря человечности, потеря уважения к людям, и лечение назначаю, терапию, повышение уважительности к людям. Хасай, как ты сказал, это люди не только должны уважать друг друга. Я всегда повторяю одну мысль, которую мне дед внушил. Вот ты идешь по дороге, ты не наступаешь в лужу, в грязь, ты по сухому месту идешь. Дед так говорил мне. А почему ты хочешь другого человека затоптать, в эту грязь, в эту лужу посадить? Какое ты имеешь право распоряжаться другим человеком? Ты чиновник, не чиновник, сосед, не сосед. Ты не имеешь права человека унижать, оскорблять, тем более экспериментом, я обращаю к Собянину. Какое он имеет право экспериментировать? На мне, на моих детях, которые живут здесь, в Москве. Виктор, вот, пожалуйста, ты вот о мифах, твое, это, твои отношения, что в обыденной, в практике, с ковидом сталкиваешься, что там, как, что происходит? Могу сказать, что из моих знакомых есть люди, которые ушли из-за ковида. Много людей ушли из-за ковида, но в официальном диагнозе были сопутствующие заболевания, лишь бы не показать ковид. Вот, вот этот момент он был, как его назвать, миф не миф, но реально моя теща в ноябре 2020 года скончалась, сказали, что от сердечной недостаточности, ну, а там, что было на самом деле, умерла она в ковидном госпитале. Вот, и зная о том, что вот здесь, в Саратове, ситуация достаточно напряженная, а я веду рубрику «Жизнь и право» в журнале «Интегральная медицина и жизнь». И вот в последнем номере этого журнала я открыл еще одну, значит, один раздел, связанным с профилактикой ковид-глазета. Называется эта рубрика будет «Профилактика ковид-19 глазами ученых и практиков». Ну и, соответственно, читателей попросил обращаться по поводу нарушений вот тех методических рекомендаций, про которые я в начале сегодняшнего дискуссии рассказал. Посмотрим, как читатели откликнутся. Есть же здравый смысл? Есть. все остальное от лукавого и другим словами назовем его мифом. Вот все, что не делается, имея в виду вот тот же самый эксперимент, это миф. Теперь, Расим, ты на связи, скажи, пожалуйста, какое отношение к вот этим мифам, какое отношение правда к коронавирусу или нет, что людям можно сказать. Я хотел бы по порядку, я сталкивался уже с людьми, которые заболели. У меня мать и отец заболели. Прошли довольно тяжелый курс лечения, но они прошли его дома. И также у меня супруга переболел, я сам тоже переболел, но в легкой форме, относительно в легкой форме. Наличие такой мутации именно, как бы сказать, респиратурного заболевания, воспалительного, я могу подтвердить. Я хотел бы именно перейти уже более к этим мифам по порядку. Сделать тест на антитела к коронавирусу. Я ранее сказал и опять же поддержать ту позицию обязательно. Хотел бы у Хасая спросить, чтобы он ответил мне на такой вопрос, есть ли у лекарств побочные эффекты и как данная вакцинация может повысить иммунитет у больного спитом, у которого иммунитет вообще аннулирован. Я могу сказать, что повышение иммунитета производится за счет метода саморегуляции, например, потому что когда мы стрессовое состояние испытываем, адреналина у нас много, и у нас включаются совершенно другие инстинкты выживания, и там включаются совершенно другие реакции в организме и во внутренних органах и в мозге. У нас есть такое упражнение, например, я посоветую всем, сейчас пользуюсь моментом, отпуская свое тело на волну, волна такая безбрежная, такая свободная, делаешь такие движения повторяемые, повторяемые движения снимают напряжение, включают, качают эндорфин вместо адреналина. Отпускай себя вот так по зеленой зоне, это для каждого будет полезно, в удобное время, особенно я много выводил из ковидных больных из этого состояния, чтобы быстрее восстанавливались. Зеленая волна, вот волна по зеленой зоне, по пути свободы, делаешь так, как тебе нравится, по пути на имеющего сопротивление, по пути на максимальной комфортности. Отпускаешь вот так отпускаешь минут 5-10 так делаешь, и ты вдруг выходишь на такое состояние безмятежности, благоденствия, безвремения, такое состояние комфортности вместо стресса. Там качается эндорфин, который повышает иммунитет, который повышает стрессоустойчивость, психологическую свободность такую, психологическую уверенность. там включается внутренняя аптека. А внутренняя аптека это такая мощная, это такой мощный ресурс, до которого еще ни один аптекарь не додумался. Там такие тонкие вещества вырабатываются. Вот как раз таки, что касается вакцинации, она должна иметь персональное отношение. Если у человека иммунитет, то он не должен вакцинироваться. Нет иммунитета, рассматриваться должна возможность, насколько я понимаю. Вот я думаю, это не миф, это необходимость того, чтобы сделать тестирование именно на наличие иммунитета, чтобы не делать излишние инъекции и создать побочный миф. Второй пункт мифа. Это после вакцинации иммунитет снижается и может легко заболеть ковидом или другим респираторным инфекциям. Но опять же, мы как говорили, любое воздействие, как врачи все время говорят, на организм человека, оно не имеет предсказуемости последствий. Поэтому тут тоже опять же подлежит исследованию для того, чтобы можно было сделать конкретные отношения конкретного человека действия о вакцинации. После введения вакцины от коронавируса инфекции человек может быть заразным. Тут, мое мнение, может возникнуть обострение заболевания ковидом. Не только того, что ему вели мертвую клетку для получения определенного иммунитета, но также он может заболеть, вакцина коронавируса может изменить ДНК человека. ДНК человек, насколько медики я читал немало, на него влияет даже поколение наследия каждого человека, который адаптируется к тем или иным условиям жизни. Оно вырабатывает определенный иммунитет. Естественно, получается не без воздействия на ДНК. Очень много женщин боятся и опять же распространяется информация, что детородность тоже является одним из моментов, который подлежит исследовать. Вакцина от коронавируса коронавирусной инфекции не следует вводить пожилым людям. Пожилые люди конечно являются самой большой зоной риска на сегодняшний день. Потому что у них организм уже ослабленный и возрастом. Опять же отсутствует положительное и отрицательное воздействие персоналия на каждого человека. Это опять мы возвращаемся к первому пункту необходимо исследовать. что касается масок и масочного режима конечно уже и доказано что люди заболевают от того что он закрывается от инфекции. Это больше предназначено тем кто на самом деле болеет чтобы они закрылись от распространения они здоровые от получения этой инфекции. Потому что на здорового человека она в любом случае через маску проходит эта маска не держит эту инфекцию. Она держит только как бы сказать влажность так скажем а саму инфекцию она не держит и нету у нас тех масок которые могли бы полностью получается скафандр нужен. Ну и седьмой пункт касающийся в плане того что вот именно взаимодействие с другими заболеваниями я в последнее время вот мы Сулейман наверное подтвердит этот момент мы сталкивались с тем что мы страховали граждан от заболевания туберкулезом и спидом в местах лишения свободы но у нас в практике мы столкнулись что вот этот коктейль заболевания спида а потом туберкулезом он является летальным в связи с тем что у нас очень много вопросов они становятся мифами а разве эти мифы какими-то научными доказанными фактами для этого нужно время а времени нет и наше население не готово патриотично жертвовать свою жизнь для того чтобы сохранить жизнь других вот то что мы говорили конфликт гражданский холодная гражданская война завершение хотел бы сказать что касается культуры эволюционного процесса все пророки которые были спосланы во все народы не раз господь через это все создатель наш до нас доносит культуру правила поведения и образ человека через каждого поэтапно в каких-то частях это есть закон эволюционный закон чтобы человек окреп и жил в нормальном обществе эти факты на сегодняшний день доказаны самими обществами а не богословами которые ищут разночтения и чтобы найти свою нишу определенных части через свои пропаганды поэтому я считаю что все вот эти факты обстоятельства которые есть они в первую очередь исходят от того что мы не готовы каждый из нас отдать свою жизнь для сохранения жизни другого вот это у нас беда в нашем обществе спасибо спасибо мы хотим вот этот седьмой миф преподнести так почему именно коронавирус в нашей жизни сейчас влияет на наш организм седьмой пункт говорит о том что мы ни в коем случае не утверждаем что заболевание ковид-19 миф заболевание существует как и другие заболевания как рак как инсульт как туберкулез как кишечные заболевания оно существует нам внушили что ковид 19 это страшнее чем какая-либо болезнь из этих хотя от туберкулеза от инфаркта больше умирает уже доказано людей чем от ковид-19 много очень вылечившихся как говорится переболевших но нам преподносят вот это седьмой пункт преподносят то что страшилка нам нужно бояться почему это делается потому что большой ажиотаж это большие деньги это бизнес как Хасай сказал это большие деньги не на масках это на бюджетах большие большие деньги это врачей большие деньги вот коронавирусом центре моя знакомая работает она сказали одного граволча уже за хищение посадили второй снова начал похищать деньги которые предназначены для пациентов вот эта политика сейчас которая ведет страны она больше опаснее чем этот коронавирус я вижу прямое нарушение прав человека в этом указе Собянина и я хочу попросить и от вас и от меня есть у нас президент есть у нас правительство отмените этот указ мы сегодня очень серьезно поговорили об указе Собянина который без ведома кого-то сразу на вооружение ведут другие регионы не только Москва не только Московская область но и южные регионы и северные регионы чиновники просто на себя взяли ответственность да Собянин возлагает антикоронавирусный комитет он может что-то издавать но почему он издает нарушение конституции и чиновники этим пользуются и унижают и оскорбляют людей они не лечат людей они можно сказать колечек психологически люди не знают что делать я предлагаю правительству Российской Федерации президенту Путину пожалуйста издайте указы издайте то что нужно людям разъясните людям что делать а не то что добровольно принудительно заставлять людей вакцину применять на себе опытную вакцину мы направим вам наши конференции и пожалуйста ни в коем случае мы не против вас мы не оппозиции мы просто за людей за людей пусть оценируется кто хочет за людей которые хотят иметь здоровье за людей которые хотят сейчас жить в нашей России поэтому я вас призываю и полномочий по правам человека и генпрокуратуры все подключиться и проверить этот указ чтобы не было нарушений Конституции я хотел сказать Сулейман что и Макашарев и Россием и Виктор Чесноков мы все вместе как бы вот я так чувствую мы подходим к тому что надо человечность развивать людей потому что вот этот процесс который идет это как раз яркий показатель когда все растерялись в неопределенности кто защищается как может и говорит что он думает и все запутываются самое главное человечность человечность это основа жизни это спасало во время войн это спасало во время беды человечность вот если мы все вместе вот мы я сейчас увидел как мы в Туне и словесно вот это выразили вот что именно человечность надо развивать я хочу гражданам обратиться и сказать так не бойтесь этого заболевания бойтесь тех которые зарабатывают на этом заболевании каждый хочет на этом заработать это средство массовой информации я вам честно скажу мировые центральные которые пропагандируют все это в наши умы вложили то что коронавирус это первое слово которое ты встаешь и последнее когда ты ложишься спать нам не надо этого бояться нам нужно сплотиться и держаться друг за другом никакая власть никакое правительство ни Собянин ни наш уважаемый президент никто нам не поможет мы люди должны сплотиться и друг другу помочь своим опытом своими знаниями своей практикой мы должны победить это и в голове прежде всего победить тогда ты не будешь говорить умер человек от инфакта или от ковида и я хочу обратиться ко всем давайте вместе мы сила вместе мы победим с вами на телеканале Право ТВ был Сулейман Шепзухов мои гости Макширип Ягиев Хасай Авиев Виктор Чесноков Расимир Алиев я хочу их поблагодарить и думаю вам полезно будет прислушаться к этим мнениям и мы вас тоже приглашаем тоже поучаствуйте любое время видео посылайте записи посылайте конференции мы здесь будем делать онлайн участвуйте давайте вместе решать вопрос и жить счастливо радостно чтобы мы могли себя людьми человеками чувствовать на этой земле и земля наше мы хозяева а не какие-то чиновники или правительство на этом я хочу попрошаться со зрителями до свидания до новых встреч до новых встреч до новых встреч до новых встреч